Иван Васильевич Игнатьев Поэт, прозаик, критик, издатель. Родился 19 июня 1892 года в Санкт-Петербурге в купеческой семье. Настоящая фамилия Казанской. Псевдоним Игнатьев был взят поэтом по девичьей фамилии матери. С детства увлекался театром, хотел быть актером и устраивал домашние любительские спектакли в родовом имении Саблина. Будучи учеником Третьего Петербургского реального училища, с 1909 года печатал свои стихи и рассказы и театральные рецензии во многих периодических изданиях, Таких как театра, театра искусства, обозрение Петербурга, дачная жизнь, шиповник, биржевые ведомости, нижегородец и других. На последнем курсе выпускал рукописный сатирический журнал. После окончания училища в 1910 году увлекся новыми направлениями в искусстве. В 1911 году, познакомившись с Игорем Северяниным, примкнул к эго-футуристам. В этом же году в Петербурге вышла его книга «Около театра» – юморески, миниатюры, штрихи, пародии, где были собраны все его театральные обозрения. Также в книге публиковалась новелла «Искромсанный портрет», рассказывающая о молодом человеке, перерезавшем себе горло. В 1912 году Игнатьев организовал издательство «Петербургский глашатай», где печаталось большинство эго-футуристических авторов, и стал выпускать в нем газету того же названия. Кроме того, в издательстве публиковались различные эго-футуристические альманахи. В 1912 году увидели свет такие издания, как «Оранжевая урна», «Орлы над пропастью», «Стеклянные цепи», а в 1913-м «Дары Адонису», «За сахаре кры», «Бей, но выслушай», «Всегдай», «Небокопы», «Развороченные черепа». Кроме того, с издательством сотрудничали и поэты других направлений, например, Георгий Иванов, Валерий Брюсов и Федор Сологуб. В начале 1913 года, когда северянин отошел от эго-футуризма, Игнатьев стал его основным теоретиком. Он выпустил в свет брошюру «Эго-футуризм» с декларацией «Смерть искусству» и теоретическим обоснованием вышеназванного течения. В этом же году была опубликована его статья о новой рифме. Возглавив ассоциацию эго-футуризма, он организовал ряд публичных выступлений единомышленников. Поэт заявлял, что каждая буква имеет не только свой звук и цвет, но и свой вкус. В начале 1914 года был опубликован его поэтический сборник «Эшафот. Эго-футуры. Моим любовникам посвящаю». Куда вошли практически все написанные им стихотворения. Известный своей нетрадиционной ориентацией, Игнатьев отчего-то согласился на свадьбу с девушкой из купеческого сословия. И уже на следующий день, после брачной ночи, 21 января 1914 года, Предварительно попытавшись убить из револьвера жену, Он перерезал себе горло бритвой в возрасте 21 года. В его комнате было найдено стихотворение. «Я пойду сегодня туда, где играют веселые вальсы, И буду плакать, как изгнанный орликин. И она подойдет и скажет, перестань, не печалься, Но и с ней вместе я буду один. Я в этом саванне прощально целую лица небылиц, И ухожу дорогой дальней туда, границы без границ». На смерть Игнатьева последовало несколько стихотворных откликов многих поэтов. Вот отрывок из стихотворения Велимира Хлебникова. «И на путь меж звезд морозных Полечу я не с молитвой, Полечу я мертвый грозный С окровавленную бритвой». Четыре стихотворения Игнатьева были напечатаны посмертно В московском альманахе «Руконок» Группы «Центрифуга», Где его назвали первым русским футуристом. Эгофутуризм после смерти Ивана Игнатьева, Как организованное движение, Перестал существовать. Почему я не арочный сквозь? Почему плен судьбы? Почему не средь мирная ось, А средь мирье борьбы? Почему не рождая рожду, Умираю живя? Почему, оживая, умру? Почему я лишь я? Почему я, мое, вечный гид? Вечный гид, вечный гид без лица, Почему безначальность страшит Бесконечность конца? Я не знаю, окружность и ключ, Знаю, кончится бег, И тогда я увижу всю звуч И услышу весь спектр.